Я сейчас услышала, поняла, поняла, почему во время суда судье спрашивает того, с кем поступили несправедливо. Ну, то есть у истца, у человека, который подавал заявление в суд, чтобы его дело разобрали по справедливости. И есть три позиции, которые вправе человек заявить в суде, это может быть без его участия, он может заранее письменно это сделать и не приходить в суд. Либо он приходит в суд, и там уже непосредственно, когда дает показания, он обращается к суду. Обращается к суду с чем? Либо максимально наказать. То есть человек уже не смягчил свое сердце, он еще больше ожесточился. Он на первых порах, я говорю сейчас, это не просто так, я говорю, я была на таком суде. Человек ничего, ни здоровья не потерял, не лишился ничего. То есть первоначально у него был всплеск эмоциональный, таков, что человек подает в суд. И даже спустя время не такое сильное преступление, которое было совершено по отношению к нему, не повлекшее ничего. Но тем не менее, человек стоит и говорит, я требую суд наказать максимально. Максимально строго. Другая позиция. Я прошу суд не наказывать этого человека. Я прошу максимально отнестись, вынести приговор, максимально мягкий, либо вообще оправдать, либо там все. То есть я просто погорячился, когда вот все. Потому что задний ход уже дать нельзя. Уже все, когда дело производства, все, и оно передается в суд, уже все. Можно только уже на самом суде сказать, высказать свою точку зрения, которая будет записана, запротоколирована. И потом уже будет непосредственно решение выносить судья. И третья позиция. То есть две позиции. То есть сам потерпевший человек, либо максимально требует наказания, либо наоборот, просит не наказывать. А третья позиция. На усмотрение суда. Она так и гласит. На усмотрение суда. Человек ничего не говорит. Ни плохого, ни хорошего. То есть он просто отдает все судье, чтобы он решил. Так, как посчитать нужно. На усмотрение суда. И вот когда мы с вами молимся, и когда по отношению к нам поступают несправедливо, мы точно так же, мы точно так же в молитвах наших можем, и не просто можем, мы должны говорить, как Иисус говорил, Господь, не вмени им это. Они не ведают, что творят. Прости им этот грех. Они не ведают, что творят, когда убивали Иисуса, когда другие ситуации. То есть люди взывают Господу и просят Его простить обидчика. И вот здесь я сейчас услышала, что как в суде здесь, в мире, на усмотрение суда, Господь есть вселенский судья, единственный, тот, кто вершит праведный суд. Поистине праведный суд. И каждый из нас, кто творит беззаконие, как бы не отнеслись по отношению к нам, люди, которые мы сделали плохо, они нас могут простить, и Господь и учит нас в Священном Писании. Прощайте. Прощайте проклинающих, обижающих. Прощайте их. И мы поступаем по Писанию, мы так и делаем, но это не говорит о том, что за эти обиды, за эти преступления Господь не спросит. На усмотрение суда. Суд все равно будет. Будет праведный суд всемогущего Бога нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Сына и Духа Святого